Здравствуйте! Это воскресный информационный выпуск недели. Я Георгий Плиев. На этой неделе в Государственной Думе Российской Федерации прошла третья международная конференция. Главная тема конференции – роль взаимодействия фракции политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ. Участие в пленуме приняли и юго-осетинские законодатели во главе с председателем парламента, которым было отмечено, что международная конференция по межпарламентскому сотрудничеству стран СНГ стала за годы своего существования эффективной площадкой для расширения контактов парламентариев стран, некогда входивших в состав единого государства и до сих пор связанных историческими культурными узами. Наша сторона еще раз особо подчеркнула, что Россия для Южной Осетии – ключевой стратегический партнер и друг. Участники конференции по завершению работы пленума возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Глава законодательного органа Южной Осетии Алан Албуров на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, Южная Осетия высоко оценит поддержку стратегического партнера России. Мы понимаем, насколько трудно сейчас России выдерживать всю тяжесть и войной операции, и процессы восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях, и сложности интеграции новых регионов в условиях беспрецедентного экономического, политического и информационного давления со стороны коллективного Запада. Спикер подчеркнул, что Южная Осетия прошла тот же путь, который сейчас проходят жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Нам хорошо известна политика двойных стандартов и двойной морали. Мы помним, что значит поддержка России в тяжелый судьбоносный момент. Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что отношения между странами носят стратегический характер и основываются на принципах равноправия, добрососедства и взаимного уважения. У нас общая история, нас многое объединяет, мы хорошо друг друга понимаем, исходя из этого было бы правильно и более эффективно развивать межпарламентские связи. Речь идет о создании комиссии высокого уровня между парламентами двух стран и о развитии взаимодействия в рамках профильных комитетов. Мы выходим на подписание соглашения о создании комиссии высокого уровня. Нам необходимо наполнить конкретным содержанием наш диалог, для того, чтобы граждане видели отдачу от своих депутатов и отношения наших стран укреплялись. Алан Алборов передал председателю Государственной Думы слова приветствия от президента Южной Осетии Алана Гоглоева и пригласил посетить республику. Взаимодействие в ключевых сферах между Южной Осетией и Республикой Крым и впредь будет развиваться, набирая обороты. В рамках двустороннего соглашения, подписанного в апреле 2019 года, отметил председатель правительства Константин Джусоев во время рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В Симферополе подписан протокол по вопросам реализации соглашения между правительством Южной Осетии и Советом министров Крыма на торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также стороны намерены проработать вопрос прямого автобусного сообщения между республиками. Председатель правительства Константин Джусоев встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Обсуждались вопросы, связанные с развитием торгово-экономических и культурных связей Южной Осетии и Крыма. «Мы намерены и дальше укреплять наши связи, развивать взаимодействие в рамках соглашения между Южной Осетией и Крымом», отметил Джусоев. Мы будем работать в планах, которые должны выполнить в жизни. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил уверенность в успешном продолжении сотрудничества. Уверен, что у нас все получится. Уважаемый Касин Хасанович, хочу приятно, что Лану Благовичу передать. С уложением вопроса, мы тоже проговорили с 5 направлением по взаимодействию. Уверен, что интеграционные процессы, которые вы взяли, тоже продолжатся. И, соответственно, все, что было вами задумано, народу международной осетии, тоже будет реализовано. В конце месяца будем вместе. Ну, а в общем, конечно, мы максимально постараемся вам программу делать по Крыму. И сегодня же Югостинская делегация провела встречи с руководством Совета Министров Республики Крым. В ходе встречи обсуждались перспективы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Было отмечено, что Крым и Южная Осетия являются членами одной цивилизационной семьи и решают общие задачи. В рамках визита в Крымскую республику состоялось подписание протокола по вопросам реализации соглашения между Советом Министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали в городе Симферополь. У нас широкая палитра таких вопросов есть в сфере сельского хозяйства, потому что и климатические условия похожи. И вот я могу упомянуть тот факт, что даже крымская лоза, виноградная лоза, уже растет в Южной Осетии, плодоносит. И наши юго-осетинские друзья, имеющие давнюю традицию виноделия, тоже используют и крымскую лозу для того, чтобы производить хорошие вина. Дюсуев, в свою очередь, отметил, что туризм и обмен опытом в этой сфере являются одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Крыма и Южной Осетии. Республики также намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве. В частности, юго-осетинские виноделы планируют нарастить поставки из Крыма виноградной лозы. Полуостров намерен закупать в Южной Осетии минеральную воду. Константин Дюсуев пригласил крымскую сторону в Схинвал для продолжения сотрудничества. Поможем, чем можем. Минэкономразвитие Южной Осетии объявило о начале предварительного отбора инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории республики с условием льготного финансирования в рамках госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 годы. В приоритете по-прежнему новые бизнес-проекты в сельскохозяйственной отрасли. Однако правительство намерено активизировать и такие направления, как туризм и промышленное производство. Право на участие в госпрограмме социально-экономического развития имеют юридические лица, ведущие предпринимательскую деятельность на территории республики. Проекты в альтернативных отраслях, они тоже рассматриваться будут. Инвестиционный проект, он будет рассматриваться индивидуально, в зависимости от приоритетности для республики, для того, чтобы развивать отрасли. И, конечно же, от экономики самого проекта имеется в виду окупаемость и выход на положительные результаты. Как добавил Замбулат Татай, в отбор бизнес-планов будет проходить максимально прозрачно. Для этого сформирована комиссия, в состав которой вошли сотрудники госорганов. Льготный кредит предоставляется на 10 лет. Ставка по кредиту составит 6% годовых. С финансовой точки зрения основные требования к инвестиционным проектам это положительное накопленное сальдо денежного потока, положительный результат по инвестиционному проекту. Второе, это срок окупаемости меньше или равен самому займу, который берется у российского банка. Это чистая приведенная прибыль больше нуля по проекту. Внутренняя норма доходности больше 6%, так как кредит будет предоставляться под 6% годовых. И срок займа по таким кредитам не должен превышать 10 лет. Прием документов начался и завершится уже 13 января 2023 года. Подробная информация размещена на официальном сайте Министерства экономического развития. И, пожалуй, главное научно-культурное событие этой недели – долгожданное открытие Дома музея Васо Абаева. По чутким руководствам директора Мадину Устаевой в порядок приводятся экспонаты. Это личные вещи ученого, письма, книжные фонды и многое другое. Дом музея Абаева в тесном сотрудничестве с университетом и научно-исследовательским институтом намерен выпустить лекции ученого и знакомить с ними посетителей музея во время литературных чтений. 122 года исполнилось бы сегодня эпохальной личности Васо Абаеву. Его вклад в науку языкознания в велико научной работе не подвластно времени. За десятилетия труда он сумел создать свой уникальный научный мир. Сегодня его персон участвует в презентации культурно-просветительского центра в Доме музея ученого, который был открыт в прошлом году. Усилиями директора Дома музея Васо Абаева Мадину Устаевой и при поддержке ученого совета удалось отвезти одну из комнат под ценные экспонаты и личные вещи ученого. В числе музейных ценностей письма ассетинских ученых и писателей Абаеву, письма Абаева семье Кутаевых, письма на фиджус-сойту Васо Абаеву, кинжал-подарок от поэта Расула Гамзатова и многие другие интересные образцы. Ну вот за эти три месяца, которые мы здесь находимся, мы смогли организовать и оформить вот этот уголок. Это все благодаря вот этой фотографии, огромный материал, я в этом говорю, я не знаю, сети тоже. Я благодарна Алёше Чебирову и сказала, что у них есть возможность кое-что приобрести еще из архива Василия Ивановича Абаева. Естественно, мы с вами поделимся тоже опять с музеем. На мероприятии собрались представители интеллигенции и общественности республики. По словам Мадина Лстаевой, при поддержке неравнодушных к труду ученого выходцев из Южной Осетии музейный фонд продолжит пополняться. Прямо на мероприятии произошло незапланированное в отписании соглашение о сотрудничестве Дома-музея с научно-исследовательским институтом Республики Южная Осетия. Благодаря информационной интеграции музея с госуниверситетом и научно-исследовательским центром будут издаваться лекции Васу Абаева, с которыми желающие будут знакомиться в Доме музея на литературных чтениях. Свыше 70 писателей было в советское время в Южной Осетии, отметила Джулета Устаева. Южная Осетия нуждается в литературном музее, где жители могли бы ознакомляться с их творчеством. Здесь никаких музеев нет. Вот сейчас один музей, если мы это бывали, индивидуально. Вся общественность должна бороться за то, чтобы в Южной Осетии создали музей, литературный музей, ну рядом, допустим, с художественным, построить здание, чтобы люди посмотрели, кто у них писал, что писали, как писали. В завершение мероприятия государственных хоров осетинской национальной песни при президенте Южной Осетии под руководством Сармата Кабисова исполнил любимую песню Васуабаева «Дзоуэрдетта». Благоустройство дорог в республике продолжается. Губ Дорекс Построй в этом году уже отремонтировал более 10 километров дорожного полотна. Соответствующая работа дорожникам предстоит и в следующем году. Дорожные службы восстанавливают отрезок дороги в районе населенного пункта Уан-Ил. Согласно проекту, на указанном участке производится полная замена дорожного полотна. Дорожник Уан-Ил. За долгие годы эксплуатации дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Ситуация ухудшает интенсивное движение автотранспорта и влияние погодных условий. В этом году специалисты Дорекс Построй отремонтировали на Транскаме более 10 километров дорожного полотна, уложили асфальт на сильно поврежденных участках и провели ямочный ремонт. На время проведения капремонта на участке ввели временное ограничение скорости до 20 километров в час. Не менее масштабный объем дорожно-восстановительных работ предполагается и в следующем году. К транспарентности власти на местах. На этой неделе глава Знаурской администрации встретился с населением района. Сельские администрации и отделы читались по промежуточным результатам своей деятельности, а жители имели возможность напрямую заявить о проблемах района. Глава администрации Знаурского района Алан Губозов встретился с жителями района. На встрече присутствовал и госсоветник президента Эрик Пухаев. Главы сельских администраций, начальники отделов отчитались о проделанной работе. Глава администрации, начальники отделов отчитались о проделанной работе. Что касается жиля в этом году, несколько семей из списков первоочередников получили заветные квадратные метры. Сейчас районная жилищная комиссия рассматривает очередников, состоящих в списках на получение жиля на общих основаниях. Заселили второй корпус многоквартирного дома. Были установлены дополнительные уличные освещения. Эрик Пухаев добавил, что главы сельских администраций обязаны держать на постоянном контроле обращения и заявления жителей сел и поэтапно совместно с руководством района решать все возникающие проблемные вопросы. Развучавшие от жителей сел вопросы касались жиля, плохих дорог, водоснабжения и уличного освещения. Патриотизм – это не обязательно что-то громогласное и пафосное. Наш следующий репортаж о том, как юго-осетинская пенсионерка решила поддержать наших ребят, участвующих в специальной военной операции. Всего своих возможностей, но совершенно искренне, что в таких случаях значит гораздо больше для ее адресатов. Татьяна Кочмазова вяжет носки для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Она общалась с одним из тех ребят, который рассказывал, что там очень холодно, и многие не раз говорили о том, что им необходимы теплые носки из натуральной шерсти. Татьяна решила помочь ребятам и связала 30 пар носков. Она передала их через благотворительный фонд «Махновс». Татьяна Кочмазова в «Махновс» Татьяна вязала носки и для остинских ребят в 90-е во время грузин-остинской агрессии и раздавала их. Многие до сих пор помнят ее. Татьяна долгие годы работала на заводе «Эмальпровод». После в станции юных техников, где по сей день уже 20 лет работает завхозом. Она часто общается с детьми, и им Татьяна говорит, что наших бойцов надо поддерживать. Она продолжает вязать, чтобы снова отправить на фронт очередную партию теплых носков. Качественную пряжу из натуральной шерсти Татьяне присылают из Москвы. Также она добавила, что готова выучить желающих вязать теплые носки. Осетия – спортивная страна. Еще раз подтвердили и, несомненно, подтвердят еще не раз юные боксеры, участники турнира Кубок Святого Георгия, вернувшиеся домой с большими достижениями. В администрации Цхиньвальского района наградили юных боксеров, призеров и победителей Северостинского турнира Кубок Святого Георгия, который проходил в честь тысячестолетия Крещения Алани. Юным спортсменам и их тренерам вручили грамоты и благодарности, а также пошили денежными вознаграждениями. Участниками Северостинского турнира стали 137 боксеров, 11 и 12 лет. Воспитанники Дменистской школы заняли на турнире одно первое и два третьих места. Владислав Кумаритов, выступавший в весе 38 килограмм, стал чемпионом, а Георгий Козаев и Владислав Сидамонте взяли бронзу соревнований. Ребята также принимают активное участие в различных спортивных соревнованиях и зорницах района. Глава района Инал Базаев поздравил спортсменов с победой и пожелал успехов в учебе и спортивных достижений. Многие из ребят являются победителями и призерами республиканских и всероссийских соревнований. Начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации Цхинвальского района Казах-Бестаев также отметил и работу тренеров Александра Лулоева и Булла Котулова, вносящих большой вклад в развитие бокса республики. Тренеры, в свою очередь, выразили слова благодарности за поддержку, а также отметили усердие своих подопечных и их волю к победе. Моя самая главная задача, ирун, лектера, шевчастут, капусат, ма, мана, рослафтариналу, хажар, тренертам, сахадар, дэссахаг хистар, лэгвзэр, нэвашамун, женикэм, доксалугу, маку. Награды на турнире также завоевали воспитанники бокса, творца спорта Олимп. Они привезли с соревнований одну золотую и одну серебряную медаль. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok